На стадионе имени Ленина в Хабаровске на выходных ломали горящие кирпичи, демонстрировали боевые машины и рассказывали о преимуществах службы по контракту. Специальную акцию устроили военные, чтобы привлечь новобранцев. На набережной стадиона Ленина сейчас интересно и безопасно. Покой хранят сотни военных, красивых, здоровенных и вооруженных по последнему слову. Эти крепкие парни с гордостью демонстрируют свою амуницию. Она защищает от ударов как руками, ногами, так и палками, так и спецназорства. Насколько она удобная? Она полностью удобная, мобильная. То есть не сковывает движения никакие, нисколько. Вы себя Джаксом чувствуете? Да. Защищены военнослужащие и контрактные службы не только физически, но и социально. Об этом сегодня рассказывают всем, кто думает пополнить ряды российской армии. Преимуществ очень много. Накопительная система, стабильность, стабильная зарплата, пенсия, выслуга год за полтора. После трех лет контракта можно поступить в любое высшее, в среднем высшее образование получить за счет государства. Помимо этого предлагают интересную работу с множеством выездов преимущественно в поля. Бойцы ПВО об этом знают не понаслышке. Учения проходят у нас каждый год, не по несколько раз в год. Данная установка разворота менее пяти минут. Данные ракеты предназначены для уничтожения аэродинамических объектов противника. Самолетов, дельтапланов, экранопланов. Барабанчик собираем. К службе готовят и молодое пополнение. Представители юной армии показывают, как разбирать и собирать автоматы. И параллельно рассказывают о том, что служба в армии это по-мужски. Безусловно, армию должен молодой человек пройти для того, чтобы свою самостоятельность продемонстрировать, стрессоустойчивость. Ну то есть армия нужна 100%. Немало внимания привлекают военные разработки. У каждого рода войск они свои. Костюм сапера, доспехи, весит 50 килограмм, выдерживает полтора килограмма тротила. Есть какое-то первое правило сапера? Не ошибаться. О службе по контракту хабаровчанам рассказывали весь понедельник. Всем заинтересовавшимся дали подробную информацию, куда подавать документы, как пройти медобследование и какие физические нормативы им предстоит выполнить.